Новости на восьмом, а значит в ближайшие полчаса все о главных событиях жизни Владивостока. В студии Александра Вишинина и вот что произошло в нашем городе к этому часу. В Приморье объявлено новое штормовое предупреждение. Тем временем режим ЧАЭС после тайфуна Кросса введен в семи муниципалитетах региона. Самое главное сейчас внимание к людям, то, что вы правильно сказали, те, что находятся у нас в пункте временного размещения, детишкам. Дороги Владивостока обещают в кратчайшие сроки привести в порядок после тайфуна, обрушившегося на Приморье. Надо будет максимально короткие сроки, как только вода спадет. Фестиваль молодых исполнителей Теландфест впервые прошел во Владивостоке. Мы еще также пригласили ребят с детских домов, школы-интернатов. Такой проект обрел уже социальный статус. Также в выпуске «Охота на волков» новая газета в понедельник опубликовала большой материал, посвященный экс-главе Владивостока Игорю Пушкареву. И еще расскажем, два крупных ДТП с тяжелой техникой произошли во Владивостоке. Но в этом позже, а сейчас о главном. Штормовое предупреждение вновь объявлено в Приморье. В связи с влиянием активных фронтальных разделов, ночью и утром 22 августа во Владивостоке, в южной половине Приморского края и на северо-западе, а днем 22 августа и ночью 23 августа на юго-востоке и востоке края ожидаются сильные, а в отдельных районах очень сильные дожди. Они будут преимущественно ливневого характера, отмечают приморские синоптики. Местами грозы ветер до 20 метров в секунду. На реках края ожидается формирование новой волны дождевых паводков с резкими подъемами уровня воды с подтоплением участков дорог, сельхозугодий, низководных мостов, пониженных мест в населенных пунктах. На реках южных и западных районов края ожидаются подъемы уровня воды до 3,5 метров. Наиболее паводкоопасные районы – Хасанский, Уссурийский, Октябрьский, Пограничный, Ханкайский, Шкотовский, Партизанский и Лазовский. Тем временем, после прохождения тайфуна Кросса, режим ЧАЭС в связи с подтоплениями введен в семи районах Приморья. В целом, по краю подтоплено на сегодняшний день около 130 домов и больше 460 подворий. Эвакуированы почти 170 человек. Подробности в следующем материале. Тайфун Кросса принес в районы края около 70% месячной нормы осадков и вызвал паводок на реках. Почти 170 человек эвакуировано в Приморье из-за паводка. В воскресенье сообщалось о подтоплении около полутора тысяч придомовых территорий и почти 300 домов. Режим ЧАЭС введен в семи районах Приморья. В ближайшие три дня погода неустойчивая, в основном небольшие и умеренные дожди. Они существенного какого-то влияния на паводковую ситуацию оказывать не будут. Из-за прошедших дождей сложная обстановка сложилась в Октябрьском районе. Здесь спасатели эвакуировали людей с подтопленных территорий. Вывозили людей в частное хозяйство. Кстати, хозяин Ким Тишин, Анатолий Степанович, поселил у себя всех. Вот именно русский дух и русское отношение. Он говорит, да мне все равно сколько людей. Всех покормлю, всех обогрею. И вот в основном свозили туда вот на тот момент, когда, так сказать, мы с ним связались. У него было там уже больше сорока человек. В пострадавших селах организована работа оценочных комиссий. Спасателями совместно с работниками Почты России осуществляется своевременная доставка пенсий гражданам. Техника Примавтодора продолжает работы по восстановлению дорожного полотна до нормативных параметров. В 33 муниципалитетах работает 46 оперативных групп спасателей. Самое главное сейчас внимание к людям, то, что вы правильно сказали. Те, что находятся у нас в пункте временного размещения, детишкам. Особенно вот где-то, так сказать, в гостях у нашего фермы. Анатолий Степанович, посмотрите внимательно, да? Спасибо. Город Уссурийск. Уссурийский городской округ переживает не лучшие времена. На территории округа вышла из берегов река Раздольная. Вода поднялась на 9 метров. Спасатели вынуждены были применить водоналивные дамбы, чтобы не дать воде подойти к жилым районам. Всего в округе оказались подтоплены 83 дома. На данный момент применили мы водоналивные дамбы, которые удерживают, не дают распространения воде в жилой район. Ну и производится откачка воды. Пока на данный момент насосы справляются. Говоря о перспективах, по предотвращению подтоплений глава края обозначил, что уже в ноябре будут готовы проекты водозащитных дамб, а в следующем году начнется строительство в Уссурийске, в районе Семи ветров, Солдатского озера и в центре города. Будут также продолжены мероприятия по расчистке русел рек, начатые в конце прошлого года. Тем временем у берегов Приморья спасли 75 северокорейских рыбаков с разбитых штормом судов. Напомним, иностранные суда запросили разрешение переждать непогоду близ российского берега. Многие шхуны находились в плачевном состоянии и подняли флаг терплю бедствия. Только в Ольгинском районе собрались около 200 иностранных судов. Сейчас у берегов Приморья остаются лишь единичные шхуны, выброшенные на мель. Евгений Черемухин, Новости на Восьмом. Дороги Владивостока обещают в кратчайшие сроки привести в порядок после тайфуна, обрушившегося на Приморье. Глава Приморской столицы Олег Гуменюк совместно со специалистами профильных управлений проинспектировал ход работ. Особое внимание к системе ливневой канализации, восстановлению дорожного полотна на улицу Луговой и грядированию дорог на острове Русский. Подробности у Катерины Матвеевой. После затяжных дождей дороги Владивостока напоминают русло рек. Система ливневой канализации в очередной раз проверку тайфуном не прошла. При этом дорожники в постоянном режиме ремонтируют и прочищают ливневки, а во время сильных дождей выходят на проблемные участки, чтобы вручную регулировать сброс воды. Но и этих мер недостаточно. Мэр поручил сразу после окончания дождя убрать грунт и насосы с городских дорог. Аварийно-восстановительный ремонт планируется сделать на улице Пушкинская и на спуске по Всеволодосибирцево. Уже восстанавливают улицу Луговую. Грейдер снимает верхний слой асфальта, после чего, как только позволит погода, будет уложено новое покрытие. Надо будет максимально короткие сроки. Как только вода спадет, сразу хотя бы ту сторону начинать делать и ждать. В пригороде тоже немало проблем. Из берегов грозится выйти река Седанка. Кто-то из собственников суживает русло и при аварийной сбросе воды, водохранилище, это будет затопление. Глава города проверил, как идет устройство дороги на месте клумбы на въезде на остров Русский. А также грейдирование дорог на острове. После дождей грунтовка превратилась в труднопроходимое обычным транспортом направление. Полностью комплексно отремонтировать и дорогу, и заменить все автобусные павильоны на участке. Остановки мы полностью по всему маршруту поменяем, да? Да, точно. До самого конца, где у нас идет. Чтобы, как мы людям обещали, мы должны были выполнить то, что мы обещали. Это у нас с вами павильоны остановочные, это у нас с вами Парис, это у нас с вами Поспелого и дорога экипажная. И мелководная еще, то есть соединение в район мелководного, также мы ведем дорогу с заменой 14 павильонов на острове Русском по направлению экипажной, Поспелого и Парис в том числе. На Русском острове создан участок, за которым закреплена техника, два трактора, грейдер, два самосвала. Это позволяет оперативно решать дорожные проблемы. Сейчас дороги грейдируют, подсыпают грунтом. В этом году на острове будет уложено 8 километров асфальтобетонного покрытия. Катерина Матвеева, Новости на Восьмом. Во Владивостоке госавтоинспекция проводит проверку после ДТП с мусоровозом, который протаранил супермаркет в центре Владивостока. Утром в понедельник мусоровоз въехал в витрину магазина на Светландской 7. Автомобиль ехал с Посетской улицы, когда, по предварительным данным, у него отказали тормоза. Большегруз въехал в здание, которое является объектом культурного наследия. В результате ДТП на здание обрушилась кирпичная кладка. Витрина супермаркета разбилась. Стекла и кирпичи осыпались в кафе, которое находится под магазином. Машина получила серьезные повреждения. Пострадал и сам водитель большегруза. Из кабины его вытаскивали спасатели. 53-летний мужчина с переломом стопы госпитализирован во вторую краевую больницу. Больше никто не пострадал. Как отмечают очевидцы, по пути движения неисправного большегруза не было машин. В ходе проверки назначено проведение ряда исследований, в том числе автотехническая экспертиза. И еще одно ДТП с участием тяжелой техники во Владивостоке. Накануне неуправляемая бетономешалка снесла шесть автомобилей в районе улицы Магнитогорской. В аварии пострадали три человека. Два водителя, а также пешеход. Автобетоносмеситель спускался с улицы Чкалова по Магнитогорской в сторону проспекта Столетия. По предварительной информации, во время движения у автомобиля отказали тормоза. 23-летний водитель не смог предотвратить дорожное происшествие. Грузовой автомобиль, продолжая движение, совершил столкновение с несколькими машинами, после чего выехал на тротуар и наехал на мужчину. Участниками ДТП стали сразу шесть иномарок. В результате аварии у одного из водителей ушиб головы, у пешехода диагностирован перелом голени, у водителя бетономешалки ушиб поясничного отдела позвоночника. Сотрудники ГИБДД Владивостока устанавливают причины и условия, которые привели к ДТП. Назначено проведение ряда исследований. Посольство России пытается выяснить местонахождение россиян, моряков судна «Мармалайта», захваченного пиратами у побережья Камеруна. Об этом сообщил временный поверенный в делах РФ в республике Александр Фомин. 15 августа в районе порта Дуала пираты атаковали принадлежащие немецкой компании грузовое судно «Мармалайта». Захвачены в том числе трое российских моряков из Санкт-Петербурга, Владивостока и Мурманска. Все они относятся к командному составу. Капитан, старший помощник и старший механик. В посольстве отметили, что пока не удалось связаться с теми, кто захватил судно. Экипаж находится не на борту. Сейчас посольство вместе с камерунскими властями пытается выяснить местонахождение моряков. Российское общественно-политическое издание «Новая газета» в понедельник опубликовало большой материал, посвященный экс-главе Владивостока Игорю Пушкареву. Аналитическая статья под названием «Охота на волков» рассказывает историю стремительного взлета и падения мэра Владивостока и пытается ответить на вопрос, кто и что получил в результате. Авторы материала Леонид Никитский и Андрей Островский детально рассказывают историю вопроса и вспоминают о достижениях Пушкарева на посту городоначальника. Отмечая, что задачей номер один политическая, которую поставил перед ним лично президент, для Пушкарева было привести город в порядок к саммиту АТЭС. Отметили авторы и задачу, которая стояла перед следкомом. Во что бы то ни стало, посадить мэра. Относительно трехмиллиардного иска в отношении «Восток-Цемента» авторы материала отмечают, что, возможно, это новый метод силовых структур. Наряду с уголовным преследованием разорять как обвиняемых, так и всех, кто окажется рядом и может оказать им помощь. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой... Время больших трат. Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам. Фестиваль молодых исполнителей «Теллендфест» впервые прошел во Владивостоке. «Луч» смог обыграть гостей с крупным счетом, однако поплатился за это тяжелой травмой одного из своих игроков. Сегодня с вами я, Александра Вершинина, и мы продолжаем. Время больших трат. Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам. Фестиваль молодых исполнителей «Теллендфест» впервые прошел во Владивостоке. «Луч» смог обыграть гостей с крупным счетом, однако поплатился за это тяжелой травмой одного из своих игроков. Отпуск, сезонные покупки, сборы в школу. Август и сентябрь – время больших трат. Именно в этот период, по данным финансистов, россияне чаще обычного берут кредиты. В период повышенного спроса Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам. Все подробности у Дмитрия Беломестного. Для Виктории и Александра конец лета особенно важен. Год назад они стали семьей. По случаю годовщины события молодая пара решила устроить отпуск своей мечты. Однако для полной реализации задуманного не хватало денежных средств. Но Смирновы нашли выход. Мы планируем путешествие по Средиземноморью, Испанию, Италию, Греции. И нам немножко не хватало до заветной суммы, до заветного путешествия. И узнали об этой акции Сбербанка и решили ей воспользоваться. Чтобы большое количество жителей Приморья, так же, как и семья Смирновых, смогли реализовать свои планы, Сбербанк с 6 августа по 30 сентября снизил ставки по потребительским кредитам. Традиционно август и сентябрь – это пора отпусков, свадеб, подготовки к школе. И спрос на потребительские кредиты в эти месяцы существенно повышается. Для нас очень важно помочь реализовать нашим клиентам свои планы и мечты. Поэтому именно на эти два месяца, в этом году, мы снижаем наши процентные ставки по кредитам. Мы очень рады, если наша акция поможет реализовать Приморцам свои планы, все задуманное с наименьшей финансовой нагрузкой. Ждем вас в наших офисах. Получить консультацию, а также подать заявку на потребительский кредит можно в отделении банка на официальном сайте или в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Предложение распространяется на все продукты из линейки потребительских кредитов. Минимальная ставка будет доступна на суммы от 300 тысяч рублей для кредитов без обеспечения и подпоручительства и на суммы от 500 тысяч рублей для кредитов на рефинансирование. Получить кредит по ставке, сниженной в рамках акции, могут все категории заемщиков. Виктория и Александр уже воспользовались предложением от Сбербанка и в конце месяца отправятся в путешествие. Дмитрий Беломеснов, Игорь Болтов. Новости на восьмом. И в продолжении финансовой темы. Россияне рассказали, какую зарплату считают справедливой. Исследование провела компания Сбербанк «Страхование жизни». Россияне считают справедливой и достойной зарплату в 66 тысяч рублей в месяц. Аналитики отметили, что россияне назвали эту сумму достаточной для удовлетворения текущих потребностей, накопления на крупные покупки и сбережений на будущее. При этом мужчины называли справедливой ежемесячную зарплату в 69 тысяч рублей, а женщины в 64 тысячи. Молодежи хватило бы 56 тысяч, а люди в возрасте от 40 до 50 лет хотели бы 67 тысяч. Граждане со средним и неполным средним образованием считают достойной зарплату в 61 тысячу рублей, а с высшим образованием в 68 тысяч. Исследование зафиксировало также разницу оценок справедливого дохода в зависимости от места жительства. Так, для москвичей достойная зарплата 99 тысяч. Жители Санкт-Петербурга и Владивостока называют сумму в 77 тысяч, Хабаровска – 75 тысяч. Минтруд сократил список профессий с ограничениями для женщин. Если в прежнем перечне действующим с 2000 года было 456 специальностей, официально недоступных для женщин, то новый содержит лишь сотню позиций. Документ вступит в силу с 1 января 2021 года. Согласно новому списку, через год с небольшим женщины в России получат в частности право на работу водителем автомобиля грузоподъемностью свыше 2,5 тонн, членам палубной команды, боцманам, шкиперам и матросам судов всех видов флота, парашютистам, машинистам электропоезда, слесарем по ремонту автомобилей, рыбакам прибрежного лова, трактористам-машинистам. Среди запрещенных для женщин работ и должностей остается производство и применение ртути, фосфора, хлора, йода и морфина. Запрет распространяется на позиции рабочих, специалистов и руководителей при условии доступа к веществам, опасным для репродуктивного здоровья женщины. По-прежнему сохраняется ограничение для женщин на открытые горные работы, а также работы на поверхности шахт и рудников. Фестиваль молодых исполнителей «Теллендфест» прошел во Владивостоке. Устроителем выступила некоммерческая организация поддержки и развития молодежи РЭМ при содействии городского управления по делам молодежи и фонда президентских грантов. Мероприятие подобного формата состоялось во Владивостоке впервые. Участникам и гостям не помешала даже ненастная погода. Подробности в нашем следующем сюжете. Громко, ярко, атмосферно. Именно так можно охарактеризовать фестиваль юных исполнителей «Теллендфест». На сцене непрофессиональные артисты. Для многих это первый опыт выступления на сцене перед большой аудиторией. «Теллендфест» – заключительный этап конкурса «Теллендшоу». Проект был создан во Владивостоке 10 лет назад энтузиастами некоммерческой организации РЭМ. Конкурсы дают возможность талантливым людям заявить о себе, не тратя на это больших денег. В прошлом году проект получил поддержку от фонда президентских грантов в размере более миллиона рублей. Мы еще также пригласили ребят с детских домов, школы, интернатов. Такой проект обрел уже социальный статус. Большой отклик пошел не только во Владивостоке, в Приморском крае, но даже приезжали команды с Дальнего Востока. С Сахалина, с Камчатки, с Хабаровска. И таким образом мы подумали, ну как-то странно, если это все закончится просто этапами определенными. И думаем, ну может быть сделать «Теллендфест» и собрать всех участников. И эту идею тоже поддержал фонд президентских грантов. И соответственно мы как бы в складчину, мы со своей стороны, а не со своей, сделали этот проект. На фестивале талантов смогли представить на суд зрителей свои номера и ребята из детских домов и школ-интернатов. Мы приехали, чтобы проявить себя, то есть показать на большой сцене. То есть самим интересно получить опыт. На таких больших, как бы, у панелях мы не были. Если есть какой-то фестиваль, я сразу бегу на него, какой-то конкурс. Я бегу на него, стараюсь везде быть и быть какой-нибудь открытой личностью. Завершила фестиваль белорусская рок-группа «Нутеки». Привезти в приморскую столицу популярную группу из Белоруссии и организовать большой концерт позволил президентский грант. А сами хедлайнеры провели в Приморье ряд мастер-классов по музыкальному искусству, звукорежиссуре, ораторскому искусству и не только в Владивостоке, но и в городах Спас-Дальний и Уссурийск. Но я иду и знаю счастье есть, и эту выбору быть счастливым, с такими мыслями могу лететь, и я пою свои мотивы. Катерина Ватвеева, Новости на Восьмом. В сети создали петицию в защиту кафе «Штурвал», которая сносят по решению мэрии Владивостока. Кафе находится на Русском острове и знаменито тем, что заведение посещал сам Владимир Путин. Здесь президента страны угощали трепангами не один год. Приморские деликатесы в нем пробовали и звезды театра и кино. На сегодня уже почти 400 человек встали на сторону владельца кафе. Так, закрытие кафе в Букте Рында вызвало негодование и у российских актеров и музыкантов. Артисты театра и кино Сергей Безруков, Андрей Кайков, Игорь Ливанов и певец Ярослав Сумишевский в своем видеообращении выступают против сноса кафе на Русском острове. Однако, судя по комментариям интернет-пользователей, на страницах приморских масс-медиа далеко не все разделяют подобное возмущение. Приморцы выступают за соблюдение закона и равные условия для всех, требуют не создавать прецедентов, а также призывают беречь природу края и, в частности, острова Русский. И к новостям спорта. Футбольный клуб «Луч» завершил домашнюю серию матчем против «Факела». Команда из Воронежа приехала во Владивосток в статусе аутсайдера. Приморцы хоть и смогли обыграть гостей с крупным счетом, однако поплатились за это тяжелой травмой одного из своих игроков. Подробности расскажет Максим Яковлев. Игра с аутсайдером всегда непредсказуемое дело. «Факел» из Воронежа приехал во Владивосток, будучи на последнем месте. И, тем не менее, не собирался сдаваться. Приморский «Луч» после безвыигрышной серии надеялся хотя бы здесь взять три очка. И удача в этот раз была все же на стороне «Желто-синих». Первый гол влетел в ворота воронежцев уже на второй минуте. Под перекладину буквально выстрелил Кутьин. Это дало понять зрителям, что «Тигры» намерены завершить домашнюю серию уверенной победой. Была еще пара очень опасных моментов и у тех, и у других. Однако до конца первого тайма счет больше не поменялся. В ряде ситуаций уступили. В простых вроде бы эпизодах игровых. Но хозяева удачно их использовали. Забили гол. Мне пока непонятно вообще, как мы первый гол пропустили. Приморцам же все было предельно ясно. И после перерыва они решили поиграть вторым номером, отойдя немного в оборону. С помощью контратак «Луч» смог вскоре увеличить отрыв. На 63-й минуте с передачи Абазова отличился Гордиенко. А уже через 10 минут Саид Алиев вышел один на один с голкипером воронежцев. И спокойно его переиграл. 3-0. Такого количества голов от своей команды болельщики в этом сезоне еще не видели. На такое доминирование факел до конца матча ответить ничем не смог. Упростили игру, упростили за счет длинных передач за спину. Нападающие хорошо цеплялись. Погодные условия не очень позволяли нам качественно провести даже тренировочный процесс к этому матчу. Ударную игру, к сожалению, омрачила тяжелая травма в составе желто-синих. В одном из последних эпизодов Дмитрий Калугин с разгона влетел во вратаря факела. 21-летний полузащитник получил перелом верхней челюсти. Его ждет отнюдь небыстрое восстановление. Как бы то ни было, команда кровью и потом завершила пятиматчевую домашнюю серию. Красивая победа подняла приморцев на девятую строчку в турнирной таблице. Максим Яковлев. Новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. В Приморье объявлено новое штормовое предупреждение. Тем временем режим ЧАЭС после тайфуна Кросса введен в семи муниципалитетах региона. Дороги Владивостока обещают в кратчайшие сроки привести в порядок после тайфуна, обрушившегося на Приморье. Охота на волков. Новая газета опубликовала большой материал, посвященный экс-главе Владивостока Игорю Пушкареву. Время больших трат. Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам. Фестиваль молодых исполнителей «Телентфест» впервые прошел в Владивостоке. Луч смог обыграть гостей с крупным счетом, однако поплатился за это тяжелой травмой одного из своих игроков. На сегодня это все. Есть что добавить. Заходите на страницы восьмого канала во всех социальных сетях. Или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала. Телефон нашей редакции 249 88 12. Звоните, и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. Восьмой канал. Главное – Владивосток. В Приморье летчики армейской авиации из Черниговки оттачивали свое мастерство пилотирования. На учебно-тренировочных занятиях пилоты осваивали работу в воздухе на современных вертолетах К-52 «Аллигатор» и Ми-8 «Терминатор». А тем временем Минобороны России опубликовала видео первого полета ударного беспилотника С-70 «Охотник». Новейший дрон летал в паре с истребителем. Дрон используется для разведки объектов ПВО противника и поражения целей на земле по командам летчика. На высокотехнологичную машину смотрим вместе и без комментариев. Сразу после прогноз погоды в студии работала Александра Вершинина. Увидимся на Восьмом.